добрый день итак у нас сегодня очень интересный гость давно мы хотели тоже чтобы она к нам пришла я давно хотелось не записать программу почему ну конечно программы со стилистами очень интересны чем они интересны вы знаете стилисты дают мне возможность по-новому посмотреть на мои коллекции потому что все что вы видите это конечно я дизайнер сделано моими руками в смысле руками мозгами руками конечно нашей фабрики нашей технической огромной группы конструкторами потому что одежда вы знаете для меня одежда дизайн 10 процентов я вам честно говорю что 90 процентов это конечно конструкция потому что все дело в конструкции в одежде ну правда в ткани тоже давайте 5 процентов еще нет 10 процентов сказать. И сегодня у нас Юля Шавель. Значит, Юля, мы давно с ней работаем. Она очень часто приходит к нам на прямые эфиры. Она показывает очень интересные образы. И чем хороша в программе, обычно я подбираю образы, да? А сегодня мы посмотрим, что нам накрутила Юля. И, конечно, мне очень хочется узнать, откуда ноги растут, как она пришла к этому, почему именно стиль. Вы знаете, профессия ведь тяжелая. И я не скажу, что она очень-очень денежная. Конечно, когда вы достигнете высот, я не знаю, там, кого мировых стилистов, наверное, но до этого еще долгий-долгий путь надо пройти. И вы знаете, она такая конкурентная профессия, потому что сейчас все подряд в нее идут. И тяжело. Ну, давайте у нее спросим, может быть, это мне тяжело, а ей не так тяжело? Встречайте, Юля Шавель. Ну что, это самая Юля Шавель. Всем привет! Я надеюсь, кто-то из вас уже ее знает, помнит с наших эфиров. А кто-то нет. Юль, ну ты давай заканчивай там, то не скажу, это не скажу. Говорить будешь все. Или будешь все время говорить, no comments, no comments. Ради бога, приемлю вам все. Ну давайте, не буду мешать, оставляю вас с Юлей. Ну что, Юль, готова с нами поговорить? Конечно, готова. Спасибо вам огромное, что вы меня позвали. Нервничаю очень сильно, правда, но надеюсь, что смогу вам рассказать что-то интересное, и вам будет тоже интересно смотреть. Вы понимаете о себе и как в эту профессию пришла, потому что подозреваю, что все стилисты примерно в одну степь. В одну степь, да. В том плане, приход в профессию в эту. Да, на самом деле, по образованию я юрист, и сложный мой путь был прихода. Никто бы никогда не подумала, да. И, на самом деле, очень часто папа с мамой как-то меня, честно говоря, они всегда хотели, чтобы у меня было хорошее образование, то есть, естественно, они за меня переживали и все. Но я думала о театральном, о журналистике, о чем-то творческом таком. И писала, наверное, хорошо, в принципе. На самом деле, вот, кстати, нет, говорила хорошо. Вот писала не очень, а говорила всегда хорошо. Вот, и очень часто вот к папе приходили друзья даже, и мы сидели, там, какие-то такие были кухонные застолья, и он своих там друзей спрашивал, там, твои дети куда поступают? Финансы, юридические, а они говорят, ну, вот это финансы, вот сын юридический, а твоя куда? А моя в театральный, ха-ха-ха-ха-ха-ха. И это было так всегда, то есть, как бы никогда никакой поддержки в этом плане не было. Да я думаю, никого не поддерживают в театральном, на творческом. Честно говоря, если бы мой сын, верно, пришел бы и сказал, мам, я поступаю в театральный, наверное, может быть, я тоже как-то, да, там, отреагировала, может быть, и так же, как мой папа в тот момент. Но мечта, она вот как была, она осталась со мной, а я проучилась, получается, математика у меня была просто ужасная, всегда двойка, двойка-тройка, по остальным предметам у меня было всегда отлично, а вот математика и геометрия, алгебра и геометрия всегда были двойки-тройки. Вот, и я, ну, выбрала, собственно говоря, как раз академию юридическую и поступила, потому что не было математики. Вот, все эти гуманитарные предметы у меня все хорошо это получалось и как бы было очень легко. Пять лет, пять лет своей жизни. Вот, еще с таким характером, Юлия, прожать, ну, в смысле, с живым, вот таким юристом. Да, ну, на самом деле, такая специфическая профессия. Ну, конечно, с бумагами работа больше. С бумагами, и на самом деле я два года отработала потом в банке. То есть я решила так, что раз уж как бы пошла, надо свой диплом как бы отработать. Я два года работала в банке, Альфа-банк, и кто меня знает, кто меня сейчас услышит, всем привет. И в Альфа-банке я поработала два года в юридическом департаменте. И что вы думаете? У нас начались какие-то там корпоративные истории, и я начала делать там мероприятия. Это что? То есть выбилась в активистки? Да, ну, естественно, как я могу быть неактивной в этом смысле. И мы делали ивенты, то есть работая с бумажной этой работой всей, параллельно я сотрудничала с другими отделом, который занимается мероприятиями, сама выступала там еще на сцене, и сама и пела, и плясала, еще и делала ивенты. Вот, собственно, и мне руководитель, я помню, тогда говорит, Юль, а что ты делаешь у нас в юридическом департаменте? А не хочешь ли ты перейти? Ну, вот ты же там с ними сотрудничаешь. И вы знаете, мне-то закрылась мысль. И я в тот год выходила замуж, и муж мне сказал, что Юль, вот смотри, у нас детей нету пока, мы молодые, родители есть, все хорошо, голодать мы не будем, а я строила карьеру. То есть у меня было прям действительно там, как знаете, говорят, попой насидела. То есть я просто вот своим там, наверное, усердием каким-то добивалась. Надо было доказать же себе, что я могу. Вот, и я как-то это все вот потихоньку-потихоньку-потихоньку ползла, и зарплата повышалась, и все, в общем, все хорошо. И он мне говорит, Юль, ну сейчас у нас ничего не держит, как бы тебе же не нравится там работать, ну давай вот попробуй, попробуй в ивент. И вот именно так я как раз пришла в мероприятие уже. Я бросила все, оставила эту карьеру, и пришла ассистентом в агентство по мероприятию. Продолжим историю. Да, потому что мне, например, интересно, знаешь, меня поразил муж твой, кстати, сказать, это надо, редкий мужчина, я тебе хочу так сказать. Давай я тебе подставлю плечо. Да, но он поддержал. Он же в это время, или кто, ты же училась, кто кормил семью-то? Нет, мы на самом деле тогда уже работали вдвоем, у него там карьера только-только-только-только начиналась, у меня получается уже все это было, и мы снимали квартиру. То есть вклад твой был больше в семью на тот момент, да? Ну, финансово, конечно, и поэтому, и когда он мне сказал, что Юль, уходи, и давай все-таки попробуй реализовать то, что ты хочешь, я задумалась, мне еще даже мурашки, вот честно, я вспоминаю этот момент, я помню, что я пришла на собеседование в агентство, а мне, прям даже цифры скажу, я прям помню, это хорошо, у меня была зарплата, это был десятый год, у меня была зарплата 48 тысяч рублей, это было очень много, то есть я была, ну, специалистом, да, условно, только-только закончившим институт, то есть я за два года вот эти 50 тысяч рублей зарабатывала, и я пришла в агентство. А что за агентство? Ивент, по мероприятиям. Да, да. Вот, и они меня собеседуют и понимают, что я вообще тут как бы, я нулевая, но я ничего об этом не знаю, ни смысле, вообще, абсолютно. И они говорят, мы вам перезвоним, там, если сойдутся звезды, и вот я ждала, я помню, что я приехала в Белоруссию, у нас был какой-то, по-моему, медовый месяц, типа, условно, мы ездили в Италию, потом поехали в Белоруссию с мужем, и я ждала звонка. Я думала, ну, сейчас как-то это. Они мне звонят и говорят, Юль, вы знаете, мы заинтересованы в вас, но зарплата 20 тысяч. Ничего себе. Ассистент. Ну, да. Вот, там, я говорю, а что там, какие обязанности? Она говорит, ну, курьеров заказывать, там, еще что-то. Я такая... Чай подавать. Чай подавать, да. А я, ну, представьте, я как бы, я уже юрист, то есть у меня карьера, вот, она есть. Да. Я помню, что мне позвонили, я плачу, и говорю мужу, что что делать вообще? Ну, он говорит, прорвемся, прорвемся, говорит, давай, соглашайся. Вот. И я согласилась, я ушла. Наверное, это был такой первый, вот, мой, наверное, осознанный такой, наверное, выбор. И никогда в жизни о нем не жалела. Никогда. А вы снимали квартиру здесь? Да, мы снимали здесь квартиру. У меня муж из Владивостока, и... А ты сама откуда? Я из Якутска. Подожди, а в Беларуси что вы делали, стесняюсь спросить? В Беларуси у него, у мужа папа из Беларуси. А у меня там живут родственники. Все приехали когда-то с севера туда, вот, и мы там с ним познакомились. То есть он просто там проводил какое-то время. И я тоже, ну, как бы, все там детство и все, все каникулы всегда там. В общем, мы так с ним познакомились. Я уже на тот момент жила в Москве. Вот. И мы с ним вот так встретились. Ну, а как вы 20 тысяч? Вы квартиру-то выруливали? Или как? Ну, выплата за квартиру. Вот, как раз мы выруливали квартиру. И, ну, мама там, папа помогали. Финансово, да? Ну, чуть-чуть. Честно, мы, как бы, нам было как-то неудобно всегда просить. Да я даже не помню, что мы просили бы денег, наверное. Как-то да, мы как-то очень просто скромно все. Нам главное было где жить, оплачиваем квартиру, и все. И счастливая Юля, которая работает в ивенте. И у меня через время, наверное, вот, ну, я год проработала, и как-то так мне такие люди, наверное, встретились, которые в меня верили тоже. И мне дали большой-большой проект, предвыборная кампания. В этой же кампании, да? В этой же кампании, предвыборная кампания кандидатов в президенты. Не буду называть кого конкретно. Ну, нет, нет. Ну, да. Не открытая информация. Не открытая информация, да. И вот я в агентстве летала с ним по городам, на месте организовывала, там было семь городов, и на месте мы организовывали там прям ивент. То есть мы прилетали, мероприятие было политической сложное, потому что, то есть, ну, как бы тут гонка идет, и у нас были очень многие, много трудностей с этим связаны. И угрожали, и там вообще с самолета вы не сойдете сегодня. Ну, в общем, там такое было все. И вы знаете, я вот после этого проекта, у меня вот пошел какая-то компания Рост. Как бы я там, видимо, сделала на максималках это все. Ну, а вот тяжело, расскажи все-таки хотя бы кратко. Тяжело с этими идиотами политиками? Честно говоря, прям меня не пугают вот насчет этого. Они же не слушают ни черта. Они разные. Ваш слушал тебя? Слушал. И знаете, на самом деле очень сильно образ. Мы видим картинку, но на самом деле там за картинкой стоит абсолютно другой человек. И, конечно, абсолютно. То есть мы всегда были в контакте, понимали друг друга. Мы в штабе постоянно общались. У нас был штаб предвыборный, естественно, как у всех, да, кандидатов. И у нас всегда были какие-то совещания. То есть мы все в живой беседе, все обсуждали, и было круто. Ну, а что вы помогаете? Просто расскажи, чем просто человеку, у которого нет никакого штаба, например, он хочет выбраться? Это возможно или нет? Или обязательно? Что именно конкретно вы ему, не знаю, советовали? Говорили, вот штаб собрался, и что? Говорит, слушайте, давайте этому идиоту сострижем на волосы. Или нет? Нет, это было про другое. То есть он уже был, естественно, как бы известный человек. На него огромная команда работала пиарщиков. А, уже, да? Конечно, естественно. То есть его провели уже в порядке? Он уже был в порядке, да. Вот. Тут был вопрос именно в мероприятиях, потому что… В организации по России, да? В организации по России, да? В организации по России, да. Нам нужно было вот это вот все организовать, летать и людей собирать, правильную картинку на телевизор показывать, тоже этим мы занимались. Все это было очень вот как бы в этом плане, сложность была основная. и что вот все эти политические мероприятия, бизнесовые, они заканчивались у нас иногда вот прям вот, ну, тяжело. То есть мы там на стыке боролись со всеми. Там в какие-то города приезжаем, есть свои… ну, условная мафия такая. Да, да. И вот они там начинают нам гнуть. То есть это тут нельзя, это тут не так. В общем, и мы с ними тоже договаривались параллельно. В общем… За деньги или просто по-человечески, интересно? Нет, там не про деньги вообще вопрос был. Да? Вообще абсолютно не про деньги. Там был вопрос именно в репутации, в давлении, наверное, в каком-то. То есть нам нужно было искать контакты правильные, чтобы с этими людьми выйти на правильную связь. Вот. Ого-го. И да, и вот этот год у меня был такой тяжелый, после него я прям… у меня был большой рост в компании. Я сама, ну, как бы по профессии выросла уже все. Я от ассистента дошла до руководителя проекта. За год? За год. А зарплата как твоя выросла? Замечательно выросла. Да? Стала в два раза больше, чем была, да. Ну, то есть практически сравнилась с твоим Альфа-банком, да? Ну, она больше была, она больше за год, да, да. То есть пострадали мы немного. Я к тому, на самом деле, еще эту всю историю рассказываю, чтобы люди, которые, может быть, посмотрят меня, которые стоят сейчас на перепутье, чтобы вы не переживали, не боялись, чтобы вы слышали себя, делали правильный выбор, потому что я, правда, вот я протупила эти пять лет, да, в институте, протупила два года в банке. Конечно, они пошли мне на пользу, естественно. Но, правда, вот, наверное, выбирайте себя, слушайте себя, это самое главное. Мне хочется, знаете, обратиться к дорогим родителям. Вот мы же с вами уже родители. Послушайте, ну присматривайтесь к детям, ну не мучьте вы. Вот все прям юридические, финансовые, не знаю, еще какое-то. Послушайте, столько много профессий разных. Ну не делайте вы детей несчастными. Ну, хочет ребенок в кино, ну направьте. В кино есть много профессий, огромное количество, я уже говорила, от фокус-пуллера до монтажера, супервайзера и так далее. Тоже на хорошие деньги. В кино не хватает специалистов интересных. И они обязательно, это актриса и актер, кстати сказать. Полно всех есть, да, и продюсер, и режиссер. Хорошо, там тяжело пробиться. А, например, технические всякие работы, гаффер, да, по свету художник. Полно работы, никого нет, пустой рынок. Поэтому, ну присматривайтесь, не делайте, пожалуйста, детей несчастными. Присматривайтесь к их талантам, к способностям, не давите на них. Хорошо? Ну, на самом деле, в этом есть какой-то резон, но правда, профессия ивент для женщины, она подразумевает то, что вы, в принципе, одинокий человек. Нет детей, нет мужа, желательно, потому что одни разъезды, монтажи ночные. Я была беременна на восьмом месяце почти, и уже мне нужно было вот в роддом ехать, и я жила на монтаже с декораторами, с нашими, вот с таким огромным животом. На самом деле, вот про ивент, да, когда ты понимаешь, что у тебя горит проект, тебе вообще на себя абсолютно все равно, на себя, на семью. Я даже, знаете, в какой-то момент словила себя на мысли, я очень спортивный человек, я люблю бегать, заниматься спортом, тренировки, то есть для меня это нормально. И в какой-то момент, вы знаете, я встала с утра, а у меня там какой-то был горящий проект, и я поняла, что я просто не могу себя собрать с мыслями и вообще никак физически, чтобы заниматься чем-то, то есть никакой тренировки мне не хотелось, ничего. Я вся была мыслями в проекте, и вот тогда я себя поймала на мысли, что так, наверное, жить уже невозможно. Потом у меня был какой-то даже момент, что я просыпалась, не хотела просыпаться, потому что я была на таком нервике, это очень стресс, нет, это уже потом, уже, да. Я сделала, то есть у меня, получается, два года было перерыва в профессии, когда я родила, и два года я там с ребенком, да, в декрете сидела, потом я вышла уже в офис, поработала год и поняла, что я ни рыба, ни мясо, ну, то есть так я уже работать не могу, как раньше, на износ. И подводить людей, и, там, не знаю, ездить в офис и что-то делать, я... А ты с ребенком сидела? У меня, когда я уже вышла на работу, няня была, я няня наняла, и тоже вот сейчас вспоминаю это все, думаю, это была большой ошибкой, ну, прям вот... И я давала половину зарплаты няне, вот, с ребенком я почти не была, постоянно в работе, и в какой-то момент я поняла, что надо с этим заканчивать, ну, это невозможно. Я пришла, помню, что в офис, сказала, что все, я ухожу, увольняйте меня, я не могу так работать. И меня попросили остаться, и это был, наверное, первый человек в компании, когда мне предложили фриланс. То есть они сказали, Юль, давай ты будешь под проекты, под клиентов выходить и работать. Вот, и я согласилась на это, то есть мне платили зарплату, я не ездила в офис, но я вела проект удаленно. И это было очень круто. То есть в это время какое-то было такое, знаете, когда ты, то есть ты, ну, вроде как бы сам себе предоставлен, у тебя есть семья и все, и тут же и работа твоя любимая рядом. Ну, что у вас же звонок и организация по телефону. Ну, да, но есть же какие-то все равно, там, дисциплина, там, в офис надо прийти, там, ну, как бы все равно, да, есть какие-то определенные моменты, но вот как-то вот пошли мне навстречу. Вот, спустя, там, год моих мучений уже в офисе. Ну, честно вам скажу, что работа вот именно ивента вот в том ключе, как я работала, она действительно вот не подразумевает, наверное, какую-то такую вот семейную жизнь с детьми. Это невозможно. И либо тебя очень поддерживает твоя семья, да, и там терпит и вывозит это все, ну, либо никак. Тут вот вариантов больше нет. Ну, и как, после работы в ивент-агентстве, как ты посмотрела с другой стороны на профессию актрисы? Посмотрела, была в шоке. И на самом деле, вот, вы знаете, меня очень часто спрашивают по поводу стилистики и по поводу, можно ли этому научиться. Честно, вот, положа руку на сердце. Вы можете учиться хоть, вот, не знаю, в самом лучшем университете, институте в Италии, по искусству. Но если у вас нет чуйки и видения, да, мы с Яной тоже это обсуждали, кстати говоря, вот в прошлый раз, на прошлом эфире, что как вот вы чувствуете тренды, да, как вы в это интуитивно, это интуиция, понимаете? Реальная интуиция. Она интуиция, она на подсознательном каком-то уровне. И вот, на самом деле, я всегда очень любила там моду. То есть я не была никогда шопоголиком. У меня есть подруга, ее зовут Елена. Вот, Елена у нас шопоголик, но она и стильна, и она очень прям вот любит шопиться. У меня никогда такого не было. То есть я никогда не болела вот этой вот жаждой, там, купить все. У меня нет такого. А сейчас, когда еще стала работать именно персональным стилистом, я еще и вещи сдаю. Я раньше так не делала. То есть у меня сейчас вещь провисела недельку, и она не оделась, я ее сдала. Даже кепку, даже самую какую-то мелочь я сдаю. Это меня научила сейчас профессия. Во всем остальном, честно, никогда вы не научитесь стилистике, если у вас этого нет. Это нужно признать в себе, сказать, нет у меня этого таланта, понимаете? Как вот поют люди, кто-то не может петь, да? То есть здесь вот я стилистику с этим сравниваю. И поэтому, честно, я не хотела работать стилистом. Я пошла учиться в МГУ к Александру Васильеву на курс теории индустрии моды. И параллельно поступила в институт психодрамы на тренинг тренеров. То есть я хотела сделать свой курс. Мне очень хотелось разговаривать, рассказывать все всем, учить. Вот. И у меня была цель именно для этого. То есть я хотела изучить профессию и что-то там кому-то рассказывать, как можно там, не знаю, себя одеть красиво, как себя можно узнать. А в итоге так получилось, что когда я училась там, мои знакомые знали о том, что я поступила в МГУ. И начали меня просить с ними походить по магазинам. Вот. Я ходила, 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 и уже пошло сарафанное радио. То есть я делала это бесплатно, мне для опыта нужно было. А уже люди начали мне звонить. Там, Юль, вы знаете, вот мне сказали, что вот вы одеваете. И вот это вот все пошло, закрутилось, закрутилось, закрутилось. И в итоге... А в вентагентстве ты работала? Да, параллельно я работала, я не бросала профессию. То есть я училась, работала в вентагентстве, еще работала стилистом параллельно. И так случилось, что закрутила это все. И мне хотели платить деньги. Я думаю, господи, мне не надо. Ну как бы я ж тут просто, я же еще вообще никто и не образование. Мне прям вот правда. Вот мне... Сколько я тебе должна за консультант? Давай я тебе вот... И это был такой шок, что я просто... Я думала, боже, ну я же, ну как бы вообще мне это и не нужно ничего. И в итоге вот эта вот стилистика вот так меня привела. И, видимо, ну вот какое-то внутреннее такое чутье. Я видела людей, я очень чувствую, что нужно. Я чувствую характер. Я чувствую, куда нужно направить человека по стилю. И, наверное, вот это сделало какой-то вот для меня большой плюс в профессии. Но вот стремление именно работать стилистом у меня и сейчас нет, честно вам скажу. Но, видимо, просто это как-то очень меня... Ну, оно не уходит от меня. Это мое. Ты знаешь, я-то думаю, что в правильном смысле стремления нет. Все думают, что стилисты кучу денег огребают. Если ты чистый стилист, я не знаю, на чем огребать. Огребают те, кто работает в очень-очень богатых бутиках, и кто и стилист, и продает. То есть он продвигает продукцию. Ну, это как инфлюенсер, это как сейчас блогер, в любом случае, стилисты. То есть тебе надо жить в этом и блогером быть, извини, чтобы миллион хотя бы у тебя был подписчиков, понимаешь? Мы сейчас тоже с подругой обсуждали по поводу работы вместе в ивенте. И нам нужно было сейчас найти комплекты для промперсонала. И как бы у меня подруга очень стильно одевается. И всегда как-то вот, не знаю, нас с ней сравнивают, что вот у тебя там ты стилист, подруга у тебя, я говорю, у меня подруга не стилист, как бы она просто стильная сама по себе. И вот она ходила по магазинам сегодня и говорит, Юль, как вы это все терпите? Как вы это выдерживаете всю атмосферу? Как это вот людей вот этих вот вокруг, продавцов? Это очень тяжело, да, это реально очень тяжело. Но как-то вот, честно, я в какой-то момент отказалась от ревизии гардероба, потому что я абсолютно не структурный человек. То есть здесь нужна структура, а я творчество. И поэтому ревизии я делать просто перестала, потому что я поняла, что это не мое, мне тяжело. А вот шоппинги, фотосессии, эфиры, стилизации, это мое. Я вижу эту какую-то картинку, то есть передо мной встают какие-то, не знаю, образы. И я просто вот так вот, ну, как-то вот, само собой это не знаю почему так. Ну, вот какая-то есть в этом, видимо, не знаю, врожденный какой-то дар такой. Ну что, сами видите, да? То есть, конечно, разницами между просто гостями и гостями-стилистами. Вы видите, да, какие у него такие очень сложные, необычные образы. И я не всегда могу это придумать, тем более, что привыкаю к своей коллекции. Поэтому Юлю очень интересно смотреть, интересно смотреть образы с ней. Ну, я надеюсь, что она нам все-таки что-то из жизни расскажет такое интересное. Потому что, конечно, мне важнее даже человек, понимаете, образы, одежда, да все хорошо. Но мне всегда интереснее сами люди, девчонки, как дошли до жизни такой, почему именно сюда и так. И, конечно, хочется из них вот именно это понять. Так что смотрим дальше. Ты знаешь, да, вот ты говорила, что стилист не для всех. Удивительно. Я просто знаю огромное количество девушек, которые позаканчивали тоже, кстати, самое МГУ. Без ноль вкуса и прочее. Корячится-корячится, старается-старается, но нет вкуса. Я не понимаю, зачем. Ну, какое-то желание. Может быть, кажется, действительно, то, что вы сказали до этого, что кажется, что... Легкодоступность профессии, да? Нет, доступность и кажется, что столько денег можно заработать на этой профессии. То есть, на самом деле, это неправда. Об этом даже не думайте, особенно, когда вы только начинаете этот путь. Денег приносит очень мало эта профессия. Если сравнивать, допустим, даже с ивентом и стилистику, то, конечно, как бы тут вообще сравнений нет никаких. Помимо этого, очень много девушек смотрят, естественно, Инстаграм, соцсети, какие все крутые, красивые стилисты. И вот я тоже такой буду, конечно, но не всем это дано, правда. Но как-то вот нет адекватной оценки себя. Я, наверное, может быть, кого-то сейчас и обижу, да, в этом смысле. Но у меня твердое убеждение все-таки, что это дар. Я не говорю, что я там супер-супердаренный человек. Они еще думают, что миллион подписчиков сейчас можно набрать просто так. Тоже скажи. Нет, конечно. Это деньги вложенные, огромные деньги на раскручку. Деньги огромные силы, огромная, я не знаю, это просто нужно быть как-то заточенным на это. Да, это тоже продюсерские, это чьи-то деньги. Конечно, конечно. Это же девочки, не деньги стилиста самого, это просто смешно. Да. Как сейчас тиктокеры все, у него, у Дани Милохин миллионы. Слушайте, Дани Милохин живет в доме в этом, где живут тысячу этих тиктокеров сколько, и они как марионетки, понимаете, прыгают под указку продюсера. А получают все продюсеры, а не Дани Милохин. Да. Не, понятно, что может быть он когда-то и получит, когда-то. Ну да. На самом деле здесь история, то есть как бы нужно быть готовым. Если говорить про подноготнюю профессию стилист, нужно понимать, что вы работаете с людьми, что люди все разные. Я всегда, когда с клиентом начинаю работать, для меня это, знаете, как, во-первых, тебе нужно в него влюбиться. Вот искренне, откровенно узнать и влюбиться. Если вы не полюбите своего клиента, то залог успеха, ну как бы его не видать, в общем-то. Поэтому я всех своих клиентов сначала люблю, а потом одеваю. Вот. Очень важно еще понимать, да, что энергетика у людей разная. И вас там могут высасывать, да, просто, грубо говоря. Раньше я, в принципе, даже никогда не делила, там, не знаю, нужен мне вот этот клиент или не нужен. Сейчас я уже могу сделать выбор. Я чувствую и понимаю, что не мое. Нет, ну, конечно, здесь психологическая несомнительность, и ничего не сделаешь. Ну, тяжело с человеком. Да. И у меня была недавно буквально такая история, я тоже в Инстаграм это все выкладывала. Мне написал известный блогер, я за ней следила очень много лет, про фотосессию. Я очень хотела с ней поработать, ну, естественно, там, речь шла об артере, то есть никакого там ни по деньгам, ничего. Мне нужно было найти ей одежду подобрать. И, ну, фотосессия, там, через два дня, условно. Все, сроки сжаты, у меня много своих проектов, она появилась. Это про выбор, опять же. Вот. И, вы знаете, я приехала в костюмерную, начала искать, подбирать ей луки, отправлять. И она мне говорит, Юль, все не то. Вообще, типа, вообще не туда. А у меня, наверное, такого вообще никогда не было, чтобы я не попала ни в... Да, да, хотя бы ни в одно предложение, да. И я понимаю, знаете, я начинаю так, вот это все, у меня так злость такая, у меня кипит. Я думаю, что, как это так, вообще ни одного... А сколько лет ей? Она молодая девушка, там, тридцать, там, тридцать пять. Вот. И я понимаю, что, как бы, видимо, значит, она не мой человек. Я, ну, как бы, вот мне такая есть тонкая, да, вот эта грань. А... И в итоге, я просто, знаете, вот первый раз в жизни я отказалась от проекта. Я сказала, знаешь, вот, ну, нет, значит, нет. Ну, как бы, и все. Да, значит, не мое, и ты не моя. Да, ну, я сказала, что там, типа, нет времени, ну, понятно, что там реально были сроки, я не хочу подвести. Ну, просто мне, действительно, вот, хотелось от души это сделать, но там, как-то, видимо, не сложилось, вот, звезды не сошлись, и поэтому мы с ней так вот расстались. Вот. Ну, собственно, такая вот история. Поэтому здесь очень важно тоже чувствовать себя, чувствовать свои какие-то, не знаю, нюансы и понимать, да, чтобы ты с человеком был в контакте. Это самое важное, наверное, в этой профессии. быть в контакте с клиентом. Вот так. Ну, в принципе, да, потому что я не знаю, ты знаешь, что очень много таких, которые все знают лучше тебя, это же тоже есть. А, вот это тоже всегда фишка, что я знаю... Да, я знаю себя, я знаю свой стиль, и вот вы мне предлагаете, ну, слушай, если ты свой стиль, значит, ну, выбирай сама. Я вот удивляюсь. Ну, да, да. Стилистом обращается, когда ты не можешь понять, или хочешь шагнуть за пределы своего стиля, да? Ну, конечно, да. Потому что очень часто в магазин приходят люди, коллекции, они тоже часто говорят, ой, чтобы предлагать не мой стиль, не мой стиль, какого черта ты сюда пришла? Ну, гуляй себе лесом, ищи магазин со своим стилем, ищи дизайнер со своим стилем, правда, стилиста со своим стилем. Угу. Меня это удивляет немножко, да? Есть такое, согласна. Тяжелый случай. Угу. Ну, ты такая солнечная. Ну, давай смотрим дальше. Давайте. И как реакция может, собственно, на все это? Интересно. Да, на самом деле, тут по-разному всегда было. То есть, наверное, для него то, что я ушла работать как бы из дома, для него это было хорошо. Потому что то я пропадала в офисе, потом еще приходишь из офиса, работаешь дома, а тут вроде как бы, ну, снова все это как-то… Ну, а-нибудь с пирогами встречала вечером, что самое главное для мужиков надо, чтобы жрать было, да? Нет, вот это вот не про меня. На самом деле, нет, я старалась, конечно, но такого вот, конечно, сил нет на самом деле. Вот с этой профессией, с ивентом, а здесь думаешь больше про, там, как этот проект сдать, как его быстрее закрыть. И, ну, мало, мало времени остается, мало сил остается на какие-то личные вообще истории. Вот. Поэтому здесь в каждой профессии, конечно, есть свои минусы, есть огромные плюсы. У меня ивент дал мне кучу знакомств, большой опыт, броню какую-то на меня тоже, наверное. Но сказать, что это профессия мечты, я бы, наверное, так не сказала. То есть, как бы, вот опять же, сравнивая, там, да, сейчас мне ребенок бы сказал, мам, я пойду, там, ивентом, я бы, наверное, его отговаривала. Потому что это тяжелая профессия, правда, тяжелая. Она тяжелая со всех, во всех смыслах. И для, и по общению, по клиентам, и по нагрузке. Ну, вообще, то есть, когда она так вот выматывает сильно. А с кем тяжелее всего? Расскажи все-таки, с техническим персоналом общаться для ивента? Или все-таки с актерами? С актерами, певцами и так далее? Нет, технический персонал, это твои подрядчики. В любом случае, ты выбираешь сам себе своих людей. У меня всегда сейчас работает команда со мной, с которой мне комфортно. Я никогда не беру, там, людей, которых я не знаю, не уверенно и так далее. То есть, здесь у меня прям вот, ну, абсолютно вот прям попадание в точку. А с точки зрения артистов... Это ты имеешь в виду декорации? Да, декорации, техники, там, кейтеринг, да, это все всегда мои люди, с которыми мне очень комфортно. Что касается артистов, вот это вот, да, это отдельная история, потому что, конечно, они все бывают разные. Делают голову? Очень сильно, очень сильно. И знаете, на самом деле еще есть такая фишка. Я, допустим, каких-то артистов, если сейчас мне будет клиент спрашивать, Юль, а давай вот этого позовем, я буду отказываться, потому что с такими какими-то артистами работать очень сложно. Они могут тебе штрафы выкатывать, чем большие, они могут тебе, ну, просто выносить мозг, а работают они, ну, в большинстве своем, которые вот это вот все, они работают плохо, честно. Вот. Я не буду называть сейчас одну группу. Вот, кто знает, тот поймет. Есть одна группа, очень популярная сейчас, и она такая, нашего, наверное, вот возраста. Вы знаете, вот крайне сложно, крайне сложно. И по деньгам дорого, и работать с ними сложно, и нет никакого уважения, ничего этого нет. Конечно, вот, я бы честно, вот, я прям говорю заказчикам, вот с ними работать мы не будем, они плохо работают. Вот, да. Вот такое тоже бывает. И это прям... То есть вот тоже, кто слушает актеры, актрисы, певицы, конечно, я тоже считаю, что это очень важно. Угу. Потому что вот это устраивает головокул в себе, никто сейчас не хочет, сейчас век коммуникаций. Да, да, да. С приятными людьми приятно работать, правда? Конечно, абсолютно согласна. Поэтому... Ну, так и чего муж? Вот все эти годы-то прошли. К чему пришли, расскажи. К чему пришли? Ну, наверное, научились быть терпимее, я думаю, как-то так. Но, честно, вот, правда, нужно, наверное, с человеком, да, то есть объяснить то, как там происходит, вот, в ивенте. Человек, который этого не знает, невозможно объяснить, невозможно рассказать. Я часто его брала на свои проекты, он видел все это изнутри, он понимал, насколько, как это все сложно работать. А у него какая профессия? Он в банке работает, на самом деле. У него такая рядовая профессия, он абсолютно не связан ни с творчеством, ни с этими вещами. То есть, как бы он, вот, правда, то есть, если бы он, наверное, не был у меня на мероприятиях, на моей работе, жизни бы не понял. То есть, здесь очень важно, наверное, тоже подключать свою вторую половинку, показывать это изнутри. Потому что, вроде, ты пришел такой с проекта, что ты там делал, что происходит, почему ты такой уставший, ты же со звездами работаешь, там, ты у тебя же там такой... Нет, на самом деле, нужно показать, как это все выглядит. Ну, хорошо, он помогал тебе с ребенком, в принципе, если ты ивент, и вечер, все равно у тебя такая работа. А он в банке, то есть, он пять часов, там, шесть дома. Нет, конечно, абсолютно всегда. Он занимался всегда? Да, занимался, конечно. Ну, когда там маленький был, конечно, сложно было, но сейчас даже там, когда какие-то проекты, конечно, всегда на подхвате. В этом плане, да. Не, ну, все-таки ты рассказала, что вы уже расстались. Хе-хе-хе-хе-хе. Так что давай, раскалывайся. Ну, я имею в виду, очень хочется, ты знаешь, это почему важно, почему я всегда об этом говорю, очень важно остаться в отличных, не просто в хороших, а в отличных отношениях. Что у вас там, как у вас, развод-то тяжело? В отличных отношениях остались. Ну, да, потому что для детей, и хочется, знаешь, когда слушаешь всю эту грязь, вот это вот все-все-все-все, как у всех, мне хочется, я каждый раз подчеркиваю, ребята, ну, это же наши любимые люди некогда, близкие, любимые. Абсолютно. И как вы с ребенком решаете, как вы будете решать этот вопрос? Ну, так и так, как и жили, так и будем жить, то есть никаких там глобальных перемен у нас нет, на самом деле, это важно. А у вас вы закупили квартиру или вы снимаете? Купили квартиру. Ага-ха-ха. Это вам придется ее делить? Ян, надо будет вырезать это. Ну, а что здесь-то, я не понимаю, ты так говоришь, как будто мы говорим о 25-ти любовниках и так далее, я не понимаю. Да нет, на самом деле все по-взрослому, все хорошо. Вот понимаешь, вот все эти лоченые ваши картинки, вы людей вводите в заблуждение. Не надо, Юль. А я так не делаю. Ну, как вот прям хорошо, и семья так хорошо, и муж такой понимаешь, у какого хрен вы с ними разводитесь? Он такой понимающий. Потому что молодые были. Ааа, молодые. Понимаешь, люди должны понимать, что за фасадом, за этим, и такой стилист, и все, и свою профессию нашла, и такая золотая, да еще и дети. Потом сидят люди и вводят себя в депрессию. Почему я вот такая, а у нее все получилось, а у меня не получается. Интересная работа, суета, да еще и чтобы семью сохранить. Ты понимаешь, что вы творите? Я считаю, что это тяжело, я согласна. Надо просто быть мудрее, терпимее, думать вообще, как бы изначально, что ты делаешь, и, наверное, не торопиться с выбором. Ааа, и еще... Конечно, ты во сколько замуж вышла, скажи мне? Во сколько? Ну, примерно. Ну, подружка там, 23. Вот, и согласись, и я в 22, и я считаю, что я была идиотка последняя. Невозможно в 22-23 понимать, что тебе нужно. Невозможно. Кроме гормонов у тебя ничего не думает. Ага, потрахаться, где-то пожить вместе и от родителей сбежать. У меня было от родителей, от мамы сбежать очень авторитарной. У тебя не знаю как. Да нет, просто как-то у меня вот действительно какие-то теплые были такие чувства, влюбленность. И с вами 23 года, и сейчас твое эмоциональное состояние, и твои мысли, и вообще твои цели, и твои задачи. Скажи, они такие же? Нет, конечно. Все меняется. Да. Поэтому хочется, понимаешь, я в передаче хочу, чтобы люди понимали это. Вот чтобы свистухи эти, которые выходят замуж до 30, я считаю только после 30, вот честно. Когда ты считаешь, вот у меня мозги начали работать, ровно в 30. Ну да, наверное, и дети, когда, мне кажется, нужно заводить тоже после 30. Конечно. Но тут вопрос такой, я верю все равно, я всегда, не важно, как мне там все в жизни сложилось, я всегда верю в чудо и в любовь. И я никогда не перестану в это верить. Я знаю, что есть такие пары, которые действительно с первого взгляда, ну не то, что любовь с первого взгляда, но есть, которые люди, знаете, по судьбе. Вот я верю в эту судьбу. Ну конечно. Люди встречаются, и вот это вот для меня, наверное... Смешно это отрицать, да. Да, и я как бы вот, я все равно остаюсь в этих рядах этих людей и верю в чудеса такие. Но мы все стараемся, иначе бы мы не искали себе нового спутника, конечно. Да. Но то, что все равно надо продумывать и все-таки попозже туда, понимаешь, погулять, нагуляться, наверное, нам всем. Да, абсолютно. И не спешить. Потому что я вот смотрю даже на пары, которые детей рожают после тридцатника, как они к детям осознанно относятся. И как вот эти все сопли, понимаешь, юные, которые вообще плевать на детей, это, как правило, няньки, нет? Да. Ну да, и непонятно, зачем тогда детей, зачем это все? Что это? Ну конечно. Дань какая-то, что нужно скорее-скорей. Ну, согласна, да, с этим. Поэтому, конечно, не все так просто, чтобы люди тоже понимали, что за мечту надо платить. Я-то в полном, Юля, в полной уверенности, что за все в этой жизни надо платить. Я всегда говорю, а вот все, ой, ты такого даст? Да ничего я не достигла. У меня семьи фактически нет и не было никогда. Да, я платила этим, но я шла осознанно. Потому что для меня моя карьера и работа была всегда важнее. Я не знаю, пары не знаю, у тебя есть, кстати, припомни среди друзей, вот кто? Женщина, карьера, все, растет, рост, денег, все у него получается, и хорошая семья. У меня таких проблем нет. Нет. И у меня таких нет. И у меня таких нет. И люди должны понимать. Да. Что девушки начинать, если ты любишь семью, мужа, вот я так люблю. Так успокойся уже. Сделать выбор. Да, сделай выбор в пользу. Либо карьера, либо семья. Конечно. Это тоже хорошо. Я не говорю, что карьеристка. Баба – здорово. Ну то есть сиди, да, любишь мужа, ну все, делай для него. Тогда пускай он растет, я не знаю, там что-то. Правильно? Тяга. Ну вот смотри, ты пришла к тому, к чему ты пришла сейчас в твоем возрасте. Что ты хочешь сказать? Я не знаю, не то чтобы вот прямо вот уже прям выводы. Те рановато для твоего возраста делать. Ну какие ошибки исправила бы? О чем бы не исправляла, может быть? О чем жалеешь, о чем нет? О чем ты жалеешь? Ни о чем не жалею. Наверное, это самая главная тема вообще в этой жизни. Ни о чем не жалеть. Это первое. Второе. Конечно, включайте девушке голову. Всегда. Но выбирайте сердцем. И это касается и профессии, и отношений. Потому что вам с этим жить. Вы знаете, что вот… И помните, что жизнь одна. Потому что вспоминаю свои пять лет юридического, буквально вот мы с мамой разговаривали на днях, что говорю, мам, пять лет просто… А мама не сказала, что зря и мы тебя туда стунули? Нет. Они так не говорят. Они считают, что это был наоборот, как бы это был нормальный выбор и по-другому бы, ну как бы лучше бы не сложилось. Вот. Нет. Такого, кстати, нет. Но я правда, я ни о чем не жалею. То есть все, что у меня в жизни, наверное, было, и то, что я в ивенте, и то, что я все в стилистике, все равно это все было методом проб и ошибок. И я сейчас нахожусь там, где я есть, и я за это, наверное, жизнью очень благодарна. А тебе не кажется, что если бы ты все-таки рано… Вот посмотри, в Америке все-таки сначала пробуют, извините, а потом учатся. У нас наоборот. Конечно. Ведь там же люди после школы год путешествуют везде и пробуют какие-то профессии. Нет. Может, извините, карьера была бы еще головокружительной, если бы ты сразу пошла в эту профессию? Абсолютно. Я, на самом деле, тоже об этом думала. Начинать раньше, лучше, чем позже. Еще задумывайтесь о своих детях, потому что я, на самом деле, всегда у меня было, ну, в детстве проявлялась какие-то организаторские способности. Да, да. И стилистически всегда это было видно. А какой юрист? Стилистически, организаторически сидит с документами. Да. Вот. Поэтому лучше, конечно, на детей сейчас своих смотреть, думать о том, что они любят смотреть, замечать и направлять их в ту область. Потому что только там человек сделает успехи, где ему будет нравиться, что он будет любить. Да. Через колено детей не надо ломать. Через колено. Ни в коем случае. Посмотрите мою историю и вспомните про себя, про свою жизнь. И детскую вот эту вот историю, да. Постоянно нужно думать о том, кем ты, наверное, хотел стать, когда вырастешь там. Да. И вот это вот в себе взращивать и не бояться, что ли, менять что-то. Даже сейчас. Мне кажется, ведь очень просто, правда, наблюдать за детьми. Что ему нравится делать? Что? Если, извините, он тоже у вас сидит с сутками в компьютере, ну, направьте на программирование хотя бы, правда? Да, абсолютно. На продвижение. Ну, сидит. Что запрещать-то? У меня, например, там история с моим сыном такая, что он не спортивный абсолютно. И, конечно, что там хочется развить его там физически, да. Но он к этому не предрасположен. То есть человек, он любит шахматы, он любит считать. Он, да, действительно сидит в компьютере очень много. Он такой, то есть, какой-то, не знаю, у него, видимо, к точным наукам. Да, да, да. Но он совсем не танцор, совсем не спортсмен. И мы постоянно вот его на протяжении очень многих лет постоянно хотим, вот прессуем. Вот давай, давай в спорт, давай. Он не хочет. Он к этому не предрасположен. И нельзя это в человека как бы, да, внедрить. Вот он ходит на танцы, тяжело ходит. Ему нравится, но ему это прям вот доставляет дискомфорт. Я чувствую это, да. А поэтому я вообще, вот я его не, вот танцы, хорошо, хотя бы танцы, пожалуйста, хотя бы на танцы ходи. И больше я его не трогаю, потому что у нас постоянно разговоры. Вот надо его туда, в бассейн. Он не хочет. Он не хочет. Ему 8 лет, он не хочет. Он тебе говорит открыто, я не хочу. Вот. Поэтому, собственно. Поэтому любите детей, смотрите за ними. Поэтому любите детей, смотрите за ними, наблюдайте. Да, Яна. Все правильно. Все у вас будет хорошо. Ну что? Яна. Спасибо тебе огромное. Очень рада, что все-таки мы тебя вытащили. Спасибо. Потому что очень хорошо тебя уже все знают, я надеюсь. Ну и что-то новое тоже. И не обижайся на меня. Нет. Ну я считаю, ты знаешь, это самое все-таки очень хочется дурно учить жить. Жизнь. Потому что ты понимаешь, пройдешь свой путь, ну конечно, я понимаю, что все равно все наступят. Надяши Грабли, что ты, я и так далее. Так они проверят, да. Ну конечно. Все привыкли проверять на себе. И тем не менее. Маленькая надежда у нас с тобой останется. Спасибо всем огромное за эфир. Спасибо вам большое за внимание, за то, что вы меня пригласили. Мне очень приятно, правда. И надеюсь, до скорых встреч. Обязательно подписывайтесь на мой канал. Обязательно ставьте лайки, дизлайки. Обсуждайте, потому что нам это очень интересно. Потому что очень неприятно общаться в пустоту. Хорошо? Всем пока, спасибо огромное. Счастливо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok